У меня за последнюю неделю только, я не знаю, столько отписок было. Я не переживаю по этому поводу. Вернее, как я переживаю, в плане того, что я уже давно веду свой канал. Иногда задумываюсь, может быть, я что-то делаю не так. Но потом я понимаю, что, блин, я не буду делать так, как делают другие. Буквально сегодня молодой человек один мне написал, вот, такая приятная девушка, так хорошо, качественно рассуждает, и почему так мало подписок. Я ему объяснила это доступными словами, доступным мнением, то, как я это вижу. Как меня это бесит, когда переходят в неположенных местах. А потом авария, а потом, ааа, она забилина. И как, в принципе, является на данный момент вся обстановка в интернете. То, что людям нужно больше трэша, больше грязи, больше дерьма. Квинтэссенция всего этого нужна народу. Ну, не просто народу, просто людям. А я не даю этого, я не несу этого. Да, где-то у меня, может быть, не настолько интересные ролики, как у Кати Клэп, Ян Гоу, которого всё прыгает вот так вот прям. Я высказываю своё мнение. Я давно выбрала такую позицию, что я буду говорить то, что меня беспокоит. Как я поняла из последних роликов, что людям это нравится, и находятся единомышленники, и мне это нравится. Я не одна такая. Знаете, у меня иногда бывает такое, из-за того, что я такая резкая, очень такая эмоциональная. Мне иногда кажется, боже, я такой ужасный человек. У меня иногда такое бывает. Я могу вспылить и наговорить кучу дерьма, честно скажу. И если я поняла, что я не права или мне показали, я могу извиниться, я могу пересмотреть в себе это качество. Я как раз-таки пытаюсь избавиться от таких качеств, плохих, как я считаю, в себе. Мы такой народ, мы лжом, мы убиваем, уничтожаем, мы угнетаем. Мы просто делаем всё для того, чтобы не сберечь то, что у нас есть. И я как раз-таки хочу, чтобы мы изменились, делали нашу жизнь лучше, нашу не в плане свою личную. Допустим, начать с того же, не бросать тот же мусор. Сейчас снег растаял, в парке просто трэш творился. Просто трэш. Продолжить тем, что хотя бы не плевать друг другу в спины, не вести себя похабно, относиться как-то внимательнее к друг другу. И это не для того, чтобы, да, ты сделал добро, и тебе когда-то оно вернётся. Не думайте никогда об этом. Давайте просто делать. Неплохим людям, конечно, делать добро. Никогда плохие люди не заслуживают добра в свой адрес. Вообще никогда. Знаете, бытует мнение, что злому человеку, если сделать добро, то он одумается и будет жить праведно после этого. Единицы, абсолютно единицы, и то, смотря какое ты добро сделаешь. Зависит всё от случая, опять же, зависит всё от ситуации, от людей. И это всё так индивидуально, как и всё остальное в жизни. Поэтому просто нужно быть людьми и оставаться людьми. Я даже, знаете, больше это видео записываю, блин, наверное, не для других, а для себя, потому что я уже сказала о том, что у меня есть некие черты в характере, которые мне хотелось бы изменить в себе. Про Шурыгину мне как-то задали вопрос, что я думаю по этому поводу. Я ничего не снимала, потому что, блядь, она и в Африке, блядь. Многие говорят, ой, мы не будем её так называть, она уже теперь блогер. Офигенно, блин, давайте я сейчас свою рогатку расставлю, блин, залечу или ещё там похуже. Заразу подцеплю какую-нибудь, возьму кого-нибудь, засужу, схожу на пару передач и прославлюсь. У меня были девочки, которые со мной учились. Были очень популярными девочками, не в классе и не в школе. Их всегда приходили, забирали после школы взрослые мальчики. У них всегда такие красочные истории об их похождениях, с новыми мальчиками знакомства. Я в какой-то степени даже одно время им завидовала. И с одной как-то мне посчастливилось подружиться. Мы общались просто только в школе. Это была не та подруга, которая именно близкая. Это, можно сказать, наверное, была просто знакомая. Она мне поведала, мальчики, с которыми она встречается, они ей рано или поздно надоедают, правильно? Как и любому другому человеку, как и любые другие люди. Когда они ей надоедают, она делает такую фишку. Она приходит к ним и угрожает им. Либо беременностью, либо там, что она напишет заявление на них об изнасиловании, либо ещё что-нибудь. Просила, соответственно, взамен деньги. Ей практически все выплачивали эти деньги. К моему вообще удивлению. Но ей вот как-то повезло в этом плане. После таких рассказов у меня просто нет сомнений, что Шурыгина это не исключение. Честно, первый обзор, который я посмотрела про Шурыгину, это были, конечно же, опять же, не магия, господи. В комментариях под их видео наткнулась просто на ссылку, которую оставил кто-то на её ВКонтакт, вернее, на её группу, потому что ВКонтакт именно страница её закрыта была, именно комментарии. А в группе, так как она там выставляла себя такой жертвой, можно было писать. Но она, соответственно, удаляла, или не она, а кто ей там помогал, неважно. Кто-то удалял комментарии ей неугодные. Там было много в защиту комментариев, и я просто не сдержалась и написала ей, какая она. Она, я думаю, и без меня это всё знает. И понимаете, такие девочки, они вот именно действительно знают всё про себя. Какая она шалашовка, как бы вы её ни называли, какими последними словами. Ну, не даром же она просто даже на камеру, даже на передачах ведёт себя просто как скотина. Она это всё понимает. И опять же, это всё воспитание. Мамочка просто упустила. Упустила тот момент, когда нужно было бить по жопе. Мне жалко лично только пацана. Неважно, даже если он там воспользовался ею. Ты девушка, да, ты пострадала. И после этого ты выкладываешь там, опять же, фотки в разных позах, там, в позе зю возле зеркала. Знаешь, уже бы побоялась бы это делать, если бы действительно у тебя была травма какая-то, если бы действительно тебя изнасиловали. Просто что в нашем мире сейчас называют насилием? Девочки молодые. То, что парень взял тебя жёстко? Или то, что ты перед ним лебезила, ты сама этого хотела, ты его провоцировала, причём провоцировала в открытую, да, раз ты с ним в комнате где-то там была. А потом он на тебя накинулся и якобы «Почему? Я же не давала повода!» Ну, короче, как-то это тупо всё, понимаете? Для меня насилие, это когда ты сидела, паренька такая, да, дома, вышла за хлебом, тебя изнасиловали. Я чувствую вообще всем жертвам, действительно жертвам. Но Шурыгина это не жертва. Это девушка, которая просто не дали денег. У нас сегодня солнце! Мне сегодня как раз нужно по делам, вот просто в предвкушении. Хочу уже побыстрее принять душ, собраться и выходить, но пока ещё рано, поэтому не буду спешить особо. Молодой человек сегодня меня озадачил просто. Не то, что даже озадачил, он, короче, меня спровоцировал. Мой любимый бальзам, который я просто обожаю, у меня уже, я не знаю, сколько банок было. Он его взял и начал читать состав. Просто захотелось. В итоге я под этим действием начала гуглить, что это, что это. Мы вообще ржали над названием компонента, который называется бутероспермум. Я начала это всё гуглить, и в итоге на первых местах этого бальзама оказались нефтепродукты. Я этого не знала. Я подозревала, что он химозный, но не настолько. Если посчитать, сколько я банок уже использовала, и сколько мне нефти попало в рот, короче, лучше об этом даже не думать. Поэтому я лично, наверное, вот эту баночку допользую. И всё. Я многие свои бальзамы сейчас взяла, посмотрела. У некоторых вообще такие составы, что не дай бог вообще их покупать. Я от них тоже буду постепенно избавляться и буду пытаться находить, наверное, что-то более натуральное. Мы вчера так и не сходили в кино. У нас там что-то в галерее Чижова случилось. Какой-то пожар. Я думала, заминировали его уже. Перепугалась, блин. Не снимай. Со всеми этими новостями. Молодой человек не любит другие кинотеатры. Ему нравятся именно сами залы в галерее Чижова. Я ему предлагала Московский проспект, Юность, Пролетарий. У нас много, в принципе, кинотеатров, но он вот именно любит галерею Чижова. Я, в принципе, тоже. Мне очень нравится. Но если уж очень хочется посмотреть какой-то фильм, мне пофигу, где его смотреть. Не знаю, может быть, мы в субботу сходим. Потому что всегда, когда мы что-нибудь планируем, обязательно что-то происходит. Обязательно что-то нарушает наши планы. Хочу показать, кстати, как мы сходили с мамой молодого человека в ленту. Я в ленту вообще очень редко хожу. И теперь поняла, почему я редко в неё ходила. Потому что набирали продукты по ценникам, которые там указаны. Там, в принципе, написано, есть ли скидка по карте, есть ли у вас имеется карта скидочной ленты. У нас она не имеется, поэтому мы, может быть, и взяли там пару вещей, которые по карте ленты. А здесь буквально у всех цена не та, которую мы видели на ценниках. Как объяснить? Короче, красные ценники – это скидка по карте. Белые ценники – это не скидка по карте, как я понимаю. Вот у нас было больше белых ценников, но цены всё равно другие. И у нас вышло всё на 899 рублей, хотя мы здесь, в принципе, ничего такого не брали. Я считала, если по тем ценам, которые были указаны, мы должны были заплатить где-то рублей максимум 600, но не 900. Для меня это вообще какой-то странный, загадочный магазин. goldgdistпосит. Утроизм. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...